Высокие прыжки, двойное сальто вперед или назад с добавлением винтов и усложнение программы, увеличение числа переворотов до 4 и даже 8. Прыжки на батуте – олимпийский вид спорта. В соревновании по индивидуальной программе спортсмены выполняют 10 элементов. Действует жесткое правило, не должно быть повторений. Каждая программа сложна по-своему. Хорошая техника – острое соперничество. А мячи отличились в категории для спортсменов 13 и 14 лет. Алена Сидорова и Никита Голосов выиграли золотые награды, блеснули в заключительной части программы, выполнили сложные элементы – двойной твист назад с полувинтом и двойное сальто вперед с полутора винтами. Было большое волнение, с которым я до прыжков пыталась справиться, настраивала себя в положительную сторону, настраивала, что у меня все получится. И у меня все получилось. Были два сложных элемента, которых на разминке у меня не получались, и я уже начала расстраиваться. Но из-за того, что я хорошо настроилась, у меня все получилось. Сражения в других номинациях, динамичные, насыщенные программы, объективное судейство. Оценка спортсмена складывается из нескольких моментов – техники, сложности и времени полета в воздухе. Три золотые медали в споре батутистов выиграли спортсмены Новосибирска по одной Павлодарой Красноярского края. Интересную, богатую сложными элементами программу представил спортсмен из Нефтьюганска Матвей Большаков. Уже в начале он сделал несколько двойных сальто вперед и назад с полувинтом, сохранил сложность фигур в середине программы, а на финише выполнил высоко оцениваемый элемент два бланжа назад. Завоевал золотую медаль в споре спортсменов 15-16 лет. Комбинация прошла хорошо. Хорошо начал первый элемент, продолжал. И последний элемент, все чистенько, ровно. Два бланжа назад. Хорошо все. Яркие серии вращательных элементов во втором виде программы. Прыжках на акробатической дорожке. Ураганный темп, дологружительная программа за 6 секунд. За это время спортсмены выполняют несколько элементов, много раз переборачиваясь в воздухе. В этом состязании мячи в числе лидеров сборной региона бронзовый призер первенства страны. Сильнейший спортсмен областной команды Алексей Светлишников совсем недавно выиграл серебряную медаль на первенстве мира в Японии. Подтвердил свой класс на омской дорожке. Я хочу ребятам донести, что выступать на больших международных соревнованиях очень круто. До мурашек, когда вся арена на тебя смотрит. И я надеюсь, что своими прыжками я могу вдохновить людей, чтобы они трудились, работали и пытались усложняться на дорожке. Успех юных акробатов, спортсменов от 11 до 14 лет. Ребята оттачивают сложные элементы, готовят программы к первенству мира. Сразу два омских спортсмена Евгений Слободяник и Владимир Семикин завоевали золотые медали. Слободяник под занавес своего прыжка выполнил сложные элементы из нескольких сальто под названием винт задняя. У меня особенно ярко получилось то, что я сделал винтовую, получается, комбинацию вин 4 трандат, фляг, вин 4 темпа, двойное. Очень четко. Меня это научил тренер. И со временем я это, как сказать, научился делать. В сборе девушек главной награды выиграли спортсменки из Иркутской области, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. А мичка Евгения Рузакина завоевала бронзовую награду. Следующий старт омских спортсменов в феврале 2020 года. Наша команда выступит на первенстве Сибирского федерального округа, которое пройдет в Красноярске. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин. Антенна 7.